Приветствую вас, Юлия. Давайте разберем ваш вопрос. На мой взгляд, он состоит из нескольких частей, да, нескольких моментов, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Потому что это, как кажется, весьма важно. Моменты взаимосвязаны между собой, я не знаю, к сожалению или к счастью. Давайте рассмотрим. Итак, первое. Это отсутствие у вас, значит, чувств, да, максимум симпатии или отсутствие взаимостей. Вот здесь, в целом, есть, в целом это про некую такую ориентированность на отношения, что ли. То есть, вам для чего-то нужны отношения, вы почему-то хотите быть в отношениях, вы почему-то хотите быть с кем-то. Вот, и вот это вот почему-то хочу быть с кем-то, почему-то хочу, там, влюбиться и так далее, вот эта вот бобретность, она в данном случае здесь подлежит рассмотрению. Да? То есть, что будет, если, например, я не влюблюсь, что будет, если я не в отношениях, как я себя чувствую не в отношениях, да? Вот. Если у меня некомфортно или у меня появляются негативные мысли, то, соответственно, у этого всего есть причины, и с этими причинами нужно работать, их нужно разбирать. Потому что то, что, то, какое впечатление производите вы сейчас, это такое впечатление, что вы через чересчур замотивированы быть в отношениях. А чрезмерная мотивация быть в отношениях для отношений крайне негативный фактор, потому что человек ведет себя неестественно, человек не является самим собой, а значит, и адекватно себя репрезентовать партнеру тоже нет возможности. Помимо этого, человек ориентирован с одной стороны на другого, с другой стороны на себя. То есть, это что значит? Это значит, что, вот как вы, например, тяготеете сейчас к тому, в кого вы влюбились, так вы вроде бы нуждаетесь в нем, вроде бы вы думаете только о нем, например, да, но в то же время вы хотите тоже получить для себя. А для именно человека вам вряд ли что-то хочется сделать именно для человека, особенно без какой-либо обратной связи. Вот. Поэтому здесь очень важно разобраться, что именно я хочу решить в контексте отношений. Что именно мне нужно решить в контексте отношений, да, чего мне не хватает сначала на данный момент, что я хочу вот попасть в отношения, чтобы это разрешить. До свидания. Следующий момент, на который я хотел обратить ваше внимание, это то, что вас привлекла совокупность мимики, голоса и какого-то личного внешнего фактора в человеке, что вы влюбились. Это некий образ, это некий собирательный образ мужчины, скорее всего, который психологией принято называть импринтом. Что это такое импринт получается? Вот. Что такое импринт в данном случае? В данном случае импринт это запечатление. То есть, это ситуация, когда человеку запечатляется некая история, человеку запечатляется некое сочетание образов, я бы так это назвал. Вот. И в результате чего происходит, собственно, влечение к этому самому образу. А запечатление образа, в свою очередь, происходит через эмоциональную привязку. Вот, собственно, то, что происходит. По моему мнению, по крайней мере. И вот, собственно, над чем вам нужно работать, на мой взгляд. То есть, вам нужно работать именно вот в направлении исследования этого самого образа. Который, которому вы тяготеете, грубо говоря. Вот. А понять причину, по которой вы тяготеете к этому образу. Что для вас этот образ значит? Что он для вас означает? Это крайне важно. Следующий момент. Я не могу сказать наверняка, потому что я в этом не уверен. Но мне показалось, исходя из вашего текста, исходя из вашего, по бессплаванию, что в какой-то степени вы боитесь сближаться. Вот. И есть у меня такое ощущение, что вы боитесь сближаться с людьми. Вот. С мужчинами. То есть, вы вроде, вроде бы как отношений и хотите, но вот сближаться именно, как мне кажется, боитесь. Я, конечно, ну, понимаю, что могу быть неправда, поэтому я не особо претендую на истину. Вот. Просто я хочу, чтобы, просто хочу, чтобы вы как-то об этом, ну, как минимум подумали. Вот. И не отдалкивать эти слова. Потому что вот отсутствие чувств или симпатии с одной стороны. И с другой стороны, отсутствие взаимности, это про, ну, больше, как мне кажется, это больше про поиск чего-то конкретного. в человеке. А поиск чего-то конкретного в человеке, это про потребность некоторую. И, на мой взгляд, да, по моему мнению, пока потребность не будет удовлетворена адекватно, вы не можете быть, ну, в отношениях. Тоже адекватно. Вот. И, как бы, вот это, наверное, то, на что вам нужно обратить свое внимание. Как мне кажется. Я, конечно, могу ошибаться, да, но вот мне так видится этот момент. Ваш. Вот. Значит, забыть. Вы пытаетесь человека забыть, которого влюбились. И мне кажется, что тот факт, что вы увлеклись тем, кто недоступен вам, вот, это тоже не случайно, вот, то есть, мне кажется, совершенно не случайно, не случайно, что вы увлеклись человеком, который вам недоступен, потому что, вот, в глубине души вы, на мой взгляд, на мой взгляд, боитесь, боитесь сближения, что, собственно, и определяет вашу, ну, вашу модель победителя. Вот. Хотя, это не точно. То есть, я могу, ну, я могу быть неправ. В этой, ну, в этой интерпретации, скажем так. Я могу быть неправ. Дальше. Что еще можно сказать? Ну, надо бы, конечно, произглядывать ваш опыт предыдущий, потому что отношение у вас, в целом, складывается как-то не очень удачно, вот, и, на мой взгляд, у этого есть свои причины, на мой взгляд, у этого есть свои основания, вот. Вопрос заключается, конечно, только в том, хотите ли вы с этим работать, да, то есть, ну, хотите ли вы в этом направлении действовать, да, хотите ли вы как-то изучать, это исследовать, вот, если хотите, то мы вам, конечно, поможем, а вот, если нет, то, ну, тут уже, как бы, возникают вопросы, да, по поводу цели, да, то есть, как бы, зачем, для чего, точнее, тогда вы обращаетесь к нам, да, то есть, ну, что вы хотите, тогда решить, вот, вот, значит, то, что я хотел вам сказать. В принципе, в принципе, наверное, наверное, на этом все. Больше добавить мне пока ничего, сейчас я перечитаю вашу текст. Так, значит, что с этим делать? Я имею в виду с невзянием, с чувством к человеку, разбираться, как избавиться, как влюбиться в человека рядом, зачем влюбиться, вот, для чего вам влюблять, да, то есть, обратите внимание, что вы хотите влюбиться, то есть, как бы, вот, почему вы в этом нуждаетесь, в том, чтобы влюбиться, вот, в чем, ну, вот, в чем вопрос, на мой взгляд, очень важно. Вы хотите влюбиться, потому что, потому что, что постарайтесь себе на ад, это крайне важно, крайне важно. Вам что-то нужно, вы в чем-то нуждаетесь. Я бы хотел понять, в чем именно вы нуждаетесь. Я бы хотел понять, в чем именно вы нуждаетесь. Я бы хотел понять, чего вы хотите для себя. Понимаете? И, как бы, когда это будет понятно, уже можно будет вам оказать помощь. Когда и если это будет понятно, то вам уже можно будет оказать помощь. Вот, примерно, такой ответ я могу вам дать. Примерно. Это, безусловно, неполный ответ. То есть, есть еще варианты, я уверен. Например, то, что мне показалось, что вы пытаетесь быть чересчур взрослым. Вот, мне показалось, что вы пытаетесь быть чересчур взрослым. Ну, это чисто такое мое мнение, я на него не претендую. Но, если вы действительно пытаетесь быть чересчур взрослым, если вы действительно хотите быть чересчур взрослым, вот, то это может быть проблемой. Потому что, именно, если вы считаете себя чересчур взрослым, то отношения с людьми, которых вы, ну, могли бы назвать, например, недостаточно, вам достаточно недоступны. Вот. Если вам такого рода отношения будут недоступны, ну, по какой-то причине вы будете их отрицать, там, и так далее, да, вот, то это уже своего рода такая, как каста, восприятие людей, вот, какие-то люди достойны, какие-то люди недостойны, вот, с кем-то я буду, с кем-то я не буду. И это получается, в общем-то, по сути, такая вот условность восприятия людей. И, как мне, как мне кажется, как мне кажется, ничего хорошего для вас в этом нет и быть, в принципе, не может. Ну, мне так это видится, по крайней мере, да. Потому что вы себя таким образом ограничиваете, ну, ограничиваете, обесцениваете, да, вот. И вы таким же образом других людей можете тоже ограничиваете и обесцениваете, к сожалению. И, соответственно, от подобной условности, которая, ну, у вас может быть, желательно отказаться, чтобы она вам не мешала. То есть учиться, грубо говоря, понимать себя, учиться понимать других людей, вот, без, там, фанатизма, да. То есть, если что-то не нравится, то это не терпеть. То есть, никто не говорит, что вы должны что-то терпеть. Нет, вы не должны, но, как бы, некую такую вот гармоничность в отношении, допустим, себя, мне кажется, все же выработать нужно. Вот. И посмотрите еще на то, посмотрите, пожалуйста, на то, каким образом вам причиняют страдания. Чувство. Чувство, ээээ, эээ, эээ, о ээээ. Чувство, эээээ, эээ, коээээ, муээээ, муээээ, муэээ, мужчина. То есть, почему именно вы, страдает, там, вот, именно, именно причина страдания. То есть, ну мне кажется, что если, если у вас, если вы что-то чувствуете по отношению к человеку, да, вот, то, на мой взгляд, это приносит боль только тогда, только в том случае, если вы что-то от человека хотите, если вы что-то откровенно ждете или откровенно ожидаете от человека, вот, и поскольку это может быть одной из ваших проблем, то, на мой взгляд, нужно поисследовать, чего вы от человека ждете, чего вы от человека хотите, хотите, вот, и какую проблематику, может быть, вы пытаетесь решить. Поймите правильно, я не говорю, что это плохо, я не считаю, что это плохо, то, что вы делаете, но, на мой взгляд, с этим надо разобраться, вот, в какой-то степени повысить, может быть, вашу осознанность, чтобы вы лучше чувствовали, лучше понимали, что происходит и могли бы это контролировать, вот. Пока что, как мне кажется, как мне кажется, как мне видится, а контроль, ну, у вас не совсем работает. То есть, ну, зависимый вы, зависимый вы, ну, больше, вот, похоже, да, что вы зависимы, что вы не, там, свободны, да, а больше похоже, что за 100 зависимы, к сожалению, вот. И, на мой взгляд, в этом может быть проблематика, на мой взгляд, в этом может быть сложность, вот, в которой нужно работать. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, я надеюсь, что вы для себя что-то новое получили. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!